Согласно положению о почетном гражданине Балаковского муниципального района, присвоение звания – это высший знак признания выдающихся заслуг и достижений гражданина перед Балаковским районом, поощрение личного вклада в развитие различных сфер жизни и деятельности района, а также граждан, приявивших личное мужество и героизм. Вопрос о присвоении звания рассматривается представительным органом один раз в году в декабрь. Ежегодно звание может не присвоить только одному жена. Белок Петр Григорьевич родился 17 января 1932 года в селе Маянко, Балаковского района Саратовской области. В семье было семеро детей. Отец Белок Григорий Николаевич был снадным кузнецом. На нем держалась вся кузница. Старший брат Василий выучился и стал председателем колхоза в селе Маянко. Петр Петр подрос и решил не отставать от брата и быть уважаемым человеком, как его отец и старший брат. После школы поступил в Ивановский сельскохозяйственный техникум, выучился на агрономах. После окончания техникума был направлен на работу в село Макарьево, затем в село Слобинка. Эти села были затоплены во время строительства Саратовской ГЭС. В 1962 году райком партии назначали Петра Григорьевича председателем колхоза имени Карла Макса, село Наталья, которое также подлежало переселению на новое место в связи с запуском Саратовской ГЭС. Теперь на месте старого села Наталья находится Саратовское нахранилище. Больше четверти века Белов работал председателем колхоза имени Карла Макса в селе Наталья. На его долю вместе с колхозниками выпало переселение села на новое место. Это было очень непросто. Порой приходилось не спать ночами. Колхозники перевозили свои дома на новое место и строили новое. Было много проблем. Шло строительство новой инфраструктуры села. Строилась школа, детский сад, клуб, гаражи, посевные станы, фермы. Кстати, на молочно-товарной ферме в то время насчитывалось более пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Трудились на ферме более двухсот человек. А на северно-товарной ферме было более полутора тысяч голов свиньи. Рабочих рук не хватало. Но люди под руководством председателя колхоза Белова Петра Григорьевича пережили этот трудный тарелок. И вывели колхоз имени Карла Маркса в передовой. Переходящие красно-знамя райкома из года в год присуждали нашему колхозу. Хозяйство стало миллионером. Появилась возможность строительства новых домов для колхозников. Приведение в порядок дорог с хорошим асфальтовым покрытием. А в 1981 году колхозу было присвоено переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Награда, конечно, это была очень высокая. Присуждали ее крайне редко. И за большие заслуги. Белов Петр Григорьевич, как руководитель такого передового хозяйства, много раз был награжден почетными грамотами и знаками ударников коммунистического труда, победителем соцсоревнованиями. Он много раз избирался депутатом сельского, городского и районного царевра. Это были высокие награды. Но самая высокая награда – это память народа, который вместе с Петром Григорьевичем прошел этот нелегкий, но интересный и жизненный путь. Действительно, сегодняшнее состояние села Натальна, как наиболее развитого села в Балаковском районе, и, наверное, и в Саратовской области – это, так скажем, заслуга тех людей, которые жили и трудились в те времена. Колпост и его дружники гремели по всей стране. Село благоустраивалось, строились дороги, ну и, как здесь говорили, вся инфраструктура. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!